Дамы и господа, добро пожаловать в личную рубрику ФК Двор. Чё по медиа футболу? Я ваш ведущий Павел Файков, и сегодня мы погружаемся в самые свежие футбольные новости, которые произвели фурор в мире спорта. Так что хватайте свою любимую футболку, устраивайтесь, а мы и начинаем. А начнём мы со слов поддержки для травмированного юного болельщика. Егор Соколов, который был страстным болельщиком и игроком нашего любимого ФК Двор, к сожалению, недавно получил травму. Но вот что трогательно, наше сообщество сплотилось, чтобы выразить ему свою поддержку и солидарность. Подобные моменты напоминают нам о невероятных узах, которые связывают нас благодаря этой прекрасной игре в медиа футбол. Мы желаем Егору Соколову скорейшего выздоровления и хотим, чтобы он знал, что вся семья ФК Двор поддерживает его. А вы можете присоединиться к этому и написать пару тёплых слов в комментариях. Дроты творят историю, обыграв Кировская Динамо в Сухом Доке в Мурманской области и обеспечив себе место в следующем этапе Кубка России по версии Фонбет. Ещё никогда медиа футбольный клуб не заходил в Кубки так далеко. А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях. Путин был там, а нас будут говорить на первом, а не везде назовут имя. Крэп размышляет о необычном кубковом матче в Сухом Доке. В Тудрос мы всегда словно попадаем в сказку. Каждый этап нашего путешествия наполнен новыми чудесами и неожиданностями. Но на этот раз после нашего замечательного матча на берегах Баренцева моря он выходит на совершенно новый уровень. Алекс Шибаев, фатарь Тудрос горит желанием вернуться в команду на Кубок России, несмотря на то, что в настоящее время находится на правах аренды в Кикстауне. Он считает, что его присутствие могло бы стать талисманом удачи для команды. Честно, не знаю. Вообще не знаю. Будем общаться с Ленинским штабом. Я хочу быть с командой Кубки России. В прошлом Кубке России меня не было. Может быть, я тот самый талисман, который помогает команде выигрывать. Не знаю, буду общаться с Ленинским штабом. Надеюсь, что меня будут отпускать оттуда. И договоримся. Замечать возможно как-то? Ну, я надеюсь, что да. Вот неделя подготовки, которая будет Кубку. Я думаю, я буду тут, там. Я не знаю пока, как это. Я себе это сложно представляю. Но я надеюсь, что мне разрешат. Потому что Кубок России для любого футболиста, который не играл на профессиональном уровне, это для любого. Даже, знаешь, находясь в запасе, это, я не знаю, какие-то особенные эмоции. Тем более, что нам дают вот такие вот локации. Я не знаю. Ну, надо будет думать. Как их сауна отнесся к тому, что вчера у них был матч? Взяли у тебя, но ты из команды. С Тудроц. Еще, когда договаривались об аренде, мы договорились о том, что на матч Кубка России я лечу СТУДРОЦ 100%. Потому что я в заявке. И, ну, подставь. Я смотри, давай так. Я обязательно хочу вернуться в СТУДРОЦ. То есть, если тренерский штаб, все меня примут. Я обязательно вернусь в СТУДРОЦ. Не будет такого, что я останусь в другой команде. И это мой дом. Не побоюсь этого слова. Это мой дом. Это та команда, с которой, я не знаю, у меня ни в одной команде такого не было. Такой атмосферы. И я не хотел тут поставлять Тудроц, понятное дело. Поэтому я здесь. Некит, президент Тудроц, считает, что они потенциально могут получить 10 миллионов евро за Гауччо. Если решат договориться о его трансфере. Хоть они и не горят желанием отпускать его. Некит признал, что даже Роналду ушел в Реал Мадрид. Отвечая на вопрос о каких-либо контактах с профессиональными клубами и потенциальном интересе к Гауччо. Некит упомянул, что пока никто не связывался. Однако он подчеркнул, что они будут открыты для переговоров, если будет искренний интерес. Гауччо играет важную роль в Тудроц, неизменно демонстрируя впечатляющие результаты в каждом кубковом матче. Он забил два гола, а долгливую передачу и заработал пенальти в трех матчах Кубка России, в которых он сыграл. Открытость Некита к обсуждению потенциального трансфера Гауччо отражает развивающийся характер команд и влияние выдающихся игроков. Спириков, создатель бренда вратарских перчаток, подчеркивает важность тщательного тестирования перед массовым производством. Он ценит отзывы вратарей РПЛ, считая их лучшими тестерами для своих перчаток. В своем стремлении к качеству Спириков сотрудничает с вратарями РПЛ, которые тщательно оценивают эффективность перчаток во время тренировок и матчей. Эти профессионалы предоставляют ценную информацию и выявляют любые потенциальные проблемы в дизайне перчаток. Спириков с гордостью упоминает, что даже Егор Бабурин, вратарь, который тщательно исследует различные типы перчаток и их вариаций, проявлял интерес к его продукции. Тестирование перчаток профессионалами помогает убедиться, что конечный продукт соответствует самым высоким стандартам качества и производительности. А теперь давайте послушаем интервью Николая Осипова. Кто, по вашему мнению, теневой фаворит турнира? Или кого вы можете выделить из команд, которые только попали в сезон? Если не брать Амкал, Броуки, Тодрос, кого бы вы выделили? Схолинец хороший. Очень хороший. Я думаю, что десятка. Безусловно, нам толкут рот с Броуки. Мне кажется, что народное может пошуметь. А Чистопитер в таком команде? Чистопитер пока не очень бедительно выглядел в стыках, но у них была сильная позиция, поэтому если просто, может быть, действительно мои слова подтвердятся, и против сильных команд они будут играть так же эритативно и успешно, как в стыках, то, может быть, и Питера увидим где-нибудь в полуфинале. Я обычно дальше полуфинала не загадываю, потому что это такая стадия, где уже большая психология, настрой и эмоции влияют на качество футбола. Поэтому из шести команд, что назвал, ну давайте добавим Питер, и вот семь команд, претендующих на четыре подтвердки в полуфинала. Директор по мероприятиям РФС Кирилл Терешин от Утроц в РПЛ не уверен, что ребятам нужно создавать профессиональный клуб и идти на лицензирование. Вы знаете, вы же прекрасно понимаете, работая в отрасли, что участие в регулярном чемпионате и Медиа Лиге Кубок России – это чуть разные величины, чуть разные требования к клубу. Не уверен, что ребятам вообще нужно создавать полноценный профессиональный футбольный клуб и идти на лицензирование, ну потому что это уже совсем другие масштабы, другие траты, другая ответственность, другой кадровый персонал, обучение и так далее. Возможно, увязнув в этом, они забудут про контент и плюнут, скажут, да нет, давайте мы просто будем играть в футбол, три раза тренироваться в неделю, доносить какой-то контентную радость для молодежи и все. Профессиональный футбол – это профессиональный футбол, это инфраструктура, развитие, обучение. К этому надо подойти, если они к этому подойдут, действительно, ну как бы системно, я буду только рад, но, наверное, пока рано об этом говорить. А теперь давайте послушаем Генича. Константин рассказал, чем ФК «Матч ТВ» занимался в межсезонье. Ничем, команду собирали, мы даже не тренировались с толком, провели несколько товарищеских матчей, но вот тем составом, которым сегодня выйдем на эту игру, мы не играли ни одного товарищеского матча, поэтому сегодня у нас проверка боем. А приобретали каких-то дополнительных игроков, поделки и трансферы? Ну, конечно, Амкал у нас увел за немалую сумму Мишу Долгушина, поэтому мы должны были эту позицию закрыть, и основной акцент сделали именно на приобретении ребят и приглашении ребят фланговых. Плюс к нам пришел еще один нападающий хороший, Андрей Овечкин, я думаю, что в медиафутболе он хорошо известен. К нам пришел молодой парень Тёма Игнацова, это прямо, мне кажется, может стать открытием в медиафутболе. И так как он у нас ушел вратарь, Кирилл Кашевутов, BBD, нам необходимо было укрепить позицию второго вратаря, и чтобы была замена для Орби, поэтому мы пригласили Диму Еремеева, он у нас командир. Так получилось, дебют есть дебют, мне приятно. Михаил Масаковский подвел итоги матча с Амкалом. Ну, подумал, что, конечно, было бы гораздо приятнее, если бы это произошло по-другому, он все пищется, мягко говоря, не лучше для нас, и, конечно, эмоции были бы другие. Стармикс проводит захватывающий камбэк против Бейбеги, восстанавливаясь после поражения 0-3. Хотя им удалось выжить на последних секундах с помощью офсайда и вар, именно команда художников в конечном итоге одержала победу в серии буллитов. Сквад одерживает первую победу в сезоне. Чистый Питер терпит первое поражение в сезоне. Давайте теперь вместе послушаем, что сказал Гудай в недавнем интервью. Что вообще после матча произошло, из-за чего здесь конфликт был? Это лучше уже какие-то спрашивать, я не видел, честно, я шучу. Наверное, какой-то жест. Я, как понимаю, как Дорох покандал, типа, то же самое, в ответ тут прикнули и понеслась. А кто вообще к таким событиям в медиафутболе относится? Стыкал? Да. Вот, фотосорка там. В десятке вообще на большом уважении. Как ребята сказали, Дорох в шутку. Естественно, наши ребята тоже, наверное, в шутку. Хотя не наверное, а также Дороху просто ответили. А команда на эмоциях проиграла и немножко подзавелась. Поэтому я думаю, чтобы близко к сердцу не воспринимали. Реально на десятке очень много ребят с нами, все на уважении. Поэтому, чтобы не обижались на нас. Почему такой тяжелый матч получился? Десятка стала сильнее? Или вы как-то из-за выездов постоянно поставили за Кубка России? У меня самая, наверное, худшая игра по состоянию. Тяжело вообще себя настроить, замотивировать морально. Перелеты, переезды. Не знаю, надо как-то с этим бороться. Не знаю, что делать, правда. Но морально очень тяжело. Поэтому я думаю, у всей команды такое состояние, когда постоянно себя настраиваешь на любой матч, как на финал и в Кубке. И здесь начинаешь так же играть в последний матч, как на финал. 0-10 хороший соперник. Знали, что если выигрываем, то в группе уже полегче будет. Ты весь матч против Кутуза отыграл? У кого против него было играть? Не забил, значит нормально отыграл. Подкалывал во время игры? Подкалывал во время игры? Ну так, друг к другу, чуть-чуть, да. Но это рабочие моменты. Мы на тренировках так же всегда тренировались, поэтому чуть-чуть подзавести друг к другу. У Жеки Тудроц был недавно день рождения. И, как он сказал, ему сделали лучший подарок. Во-первых, ты сегодня подошел к трибуне. Тебе все трибуны поздравляли, тортик. Что ты вообще думаешь в такие моменты, когда твоя команда побеждается, такая огромная трибуна? Ты знаешь, это лучший подарок. По-моему, еще не было такого дня, когда мой день рождения выпадал на игру. Поэтому очень приятно было, важно конкретно в этом матче. Он еще принципиальный против Кутузы, и что команда победила, и, конечно, мне прям хорошее настроение добавило. Я как раз у многих спрашивала игроков, все говорят, что для них это не принципиальный матч. Ты как думаешь, десятка – это уже принципиальный соперник? Или из-за Кутузы? Там была история с Кутузом изначально, да, это добавляло принципиальности. Плюс еще потом были вкиды Азамата, ну и все это вишнку на торт уже Дорохов положил, когда показал в нашей трибуне жест. Я считаю, что это некрасиво. Ты как руководитель не имеешь права себя так вести в сторону болельщиков, еще так долго акцентированно показывать такие жесты. И потом, значит, удивляться, что мы в ответ показали на эту страну. Сохраняя традицию, Дмитрий Егоров о цветах национального флага Брукса. Действительно, два наших комплекта воплощают в невременную концепцию, представляя традиционные цвета нашей нации, которые сохранялись веками. Идея интегрировать эти цвета в наше снаряжение вынашивалась довольно давно. Когда мы представляли форму, вдохновленную Российской империей, мы уже представляли бело-синий-красный комплект на будущее. Во время моих путешествий по всему миру я заметил, что многие страны с большим уважением относятся к своим национальным цветам. Будь вы в Турции или Соединенных Штатах, вы будете поражены количеством флагов, украшающих дома. Суть Брукса выходит за рамки поля. Речь идет о создании униформы, которая отдает дань уважения цветам нашей нации. За этой идеей нет никакой политической подоплеки. Если мы говорим о прошлогодней форме, важно уточнить, что мы не выступаем за возвращение границам Российской империи. Это набор просто дань уважения нашей истории, неизменная часть нашего наследия. Я не мог не заметить, что никто не пел гимн России на матче Тодротс с Динамо Киров. Это не критика игроков, а скорее пожелание всем россиянам гордиться своей страной. А теперь давайте узнаем, какая вероятность проведения матча Тодротс «Чистый Питер» на «Газпром-арене». Все ждут матч Тодротс в Питере на «Газпром-арене». Уже есть какие-то договоренности или вероятность какая, что они там сыграют? Ну, договоренности пока не достигнут, и диалог идет. Я думаю, все, и в том числе сам Питер, и сама «Газпром-арена» с удовольствием его приняли. Матч «Чистый Питер» Тодротс в этом сезоне. А вы сами как оцениваете вероятность, что матч там пройдет? 50 на 50. И будут ли еще какие-то выезды следующие запланированные? Уже есть какие-то? Ну, мы точно поедем на полуфинал, в финал «Большие города». Я думаю, что четвертьфинал тоже постараемся организовать на «Большом стадионе» в регионе. Поэтому без «Больших стадионов» точно этот сезон еще не останется. А уже есть какие-то варианты? Ленинград, Волгоград, Питер, Саранск. Виктор Булатов. Стремлюсь в профессиональный футбол. Главный тренер «Кировского Динамо» Виктор Булатов признал, что когда-нибудь он мог бы рассмотреть возможность участия в «Медиалиге». Во время интервью его спросили, что он думает о «Медиалиге», которая может похвастаться талантливыми игроками и солидными зарплатами. И стремится ли он тренировать одну из ее команд? Булатов ответил. «Медиалига в основном состоит из-за игроков и тренеров, у которых, возможно, нет возможностей в профессиональном футболе. И я не хочу никого обидеть. Моя главная цель – построить карьеру в профессиональном футболе». Однако обстоятельства могут измениться. Если не появится профессиональных возможностей, можно подумать о роли в «Медиафутболе». Он подчеркнул свое желание продолжить карьеру в профессиональном футболе, учитывая его страсть и решительность. Хотя он признал существование «Медиафутбола». Это его первое прямое столкновение с ним. Он выразил, что уровень футбола в профессиональных лигах остается в центре его внимания. А теперь давайте послушаем мнение от Ары Кушанашвили о заявлении Уткина «Уйти из эгресси». Он никуда не уйдет. Вася Уткин растворен в футболе. Вася Уткин живет футболом, дышит футболом. Вася Уткин не сможет дня прожить без своего дорогостоящего хобби. Вася Уткин слишком любит это дело и этих ребят. Если мы говорим сентиментально, а Вася сентиментальный, каким бы он ни прикидывался, жестким, суровым и брутальным, он никуда не уйдет. Я отказываюсь в это верить, потому что он посвятил этому такую часть жизни, которую можно определить как решающая, центральная. Нет, он не уйдет. Но почему бы им не выйти в флэр? Сначала выйдем мы, а потом добро пожаловать. А что вы думаете об этом заявлении? Пишите в комментариях. Сафонов высказал свое мнение о женском футболе и медиа. Я на самом деле смотрел чемпионат мира. Да, чемпионат мира был недавно. Я смотрел некоторые обзоры. Ну, когда на ютубе, допустим, подписаны некоторые, там выкладывают обзоры матчей. Я смотрел. Ну, я смотрел вот... Но вот чемпионат мира, в принципе, ну, смотрибельный, я считаю. А РПЛ, то, что я смотрел... Ну, не РПЛ, как вас, я не знаю, как вас называется. Суперлига. Суперлига я смотрел. Ну, блин, мне тяжело просто. Не знаю. Традиционный для наших гостей. Необитаемый остров. Стоит два стула. На одном медиафутбол, на другом женский футбол. На какой сядешь? Он просто... Ну, ладно, я промолчу. Отвечай, Мадвей. Суть вопроса, что лучше смотреть? Женский футбол или медиафутбол? А какой... Какой женский футбол, а какой медиафутбол? Допустим, если чемпионат мира или какие-то европейские... Нет, давай все российское. Все российское, да. Я думаю, что лучше медиафутбол. Вот что сказал Евгений Спиряков о развитии медиалиги. Ну, добавить шоу, добавить какой-то разогрев, добавить билборды по городу, наверное, было бы здорово. Было бы больше медиафутбол, вообще. Ну, нет, конечно, не хватает. Ну, типа, надо смотреть на NBA, надо, наверное, смотреть на какой-нибудь бейстбол. Там очень крутой перформанс идет во время матча, в перерывах и так далее. Круто. Надо смотреть точно. Давайте послушаем, что Сергей Дурасов ответил на вопрос о Галкипре, ЖФК ЦСКА и ФК Матч ТВ Эльвире Тодуо. У вас в заявке, я посмотрела, есть Эльвира Тодуо, она заявлена за вас, значит. Она как будет играть или нет, или как в прошлом сезоне она просто подчислится в заявке, или как с ней вообще? Ну, у нас, вы знаете, это списание женской суперлиги, она играет за ЦСКА, это, оно совпадает с играми медиалиги. Она раза четыре собиралась, хотела приехать на тренировки, на игры. Ну, им ставят либо тренировки в те же игры, либо игр, но у них, как правило, много выездных, поэтому просто пока не получается. У нее большое желание, правда, с нами попыли. Итак, болеете ли вы за свои любимые команды, с нетерпением ожидаете следующего матча, или за интригованными путешествиями игроков, помните, оставайтесь с нами, поскольку мы продолжаем предоставлять вам последние обновления, интервью и все, что касается медиафутбола. До следующего раза не отрывайте глаз от мяча и отдавайте игре все свои сердца. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал.